Я не в курсе была, если бы они не пришли, не знала бы. Гузелья как минимум два часа не замечала, что в квартире отсутствуют две ее дочери, одной из которых год, другой три. Их в подъезде обнаружила посторонняя женщина и сообщила в полицию. Детей нашли между седьмым и восьмым этажем. То есть детей потеряли? Детей потеряли и не заметили. Крошек увезли в больницу. В семье, кроме них, еще шестеро детей. На карандаше у сотрудников ОДН читажам Судиновых уже стояло. Тогда им приносили и сладкие подарки, и велосипед. Но три года назад в связи с переездом выпали из поля зрения инспекторов. И вот происшествие вновь привело в неблагополучную семью. Вы где работаете? Так и не работаете, да? Нет, не работаю. Вы в 32-м не работали ведь, так? Я ездил, на машине работал. А сейчас что вы? Сейчас я работаю. Живут на детские пособия. Из еды в доме только крупы. Сейчас чем будет тебя кормить вечером? Сейчас кашу сварю опять. Было решено всех детей обследовать в больнице. Оказавшимся в трудной жизненной ситуации ребятишкам инспекторы ОДН просят помочь. Если мама с папой будут и дальше не справляться со своими обязанностями, их лишат родительских прав. К слову, Гузалья подозревает, что ждет девятого малыша. Дедома лучше еще условия там. Элия Денисова, Алексей Шатунов, эфир 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова